расскажу ситуацию и как из нее правильно выйти ситуация следующая мы занимались клиентом который с банком оформил договор кредитной линии который был заключен с на стороне заемщика с юридическим лицом это было общество с ограниченной ответственностью и генеральный директор как уполномоченный и наличный орган заключил этот договор плюс к этому договору был в качестве обеспечительной меры приложен договор личного поручительства генерального директора но естественно не как руководителя юрлица как просто физического лица гражданина практика достаточно распространенная это что касается истории вопроса перед тем как я буквально тезис но не расшифровывая каждый пункт как нужно правильно действовать дам эти несколько пунктов скажу что если у кого-то есть похожая история либо вам нужна какая-то иная юридическая помощь можете обращаться в силу нашей компетенции и квалификации я думаю мы вам поможем разобраться с той или иной ситуацией проблемой работаем мы как в городе брянске так и в городе москва плюс по всей россии в тех вопросах которые касаются арбитражных судов теперь к делу да прежде чем перейти непосредственно к пунктам надо сказать что ситуация была отягощена еще одним очень важным обстоятельством это то что данное лицо гендир был осужден по приговору суда на несколько лет заключения в связи с тем что в его действиях был обнаружен состав мошенничества никак это опровергнуть он не смог адвокаты ему ничем не помогли и пришлось ему отбывать наказание по уду он вышел и потом пришлось списывать достаточно крупную сумму кредита не будем раскрывать окончательную цифру скажу лишь только что это было несколько миллионов долларов сша было это несколько лет назад там два года назад поэтому посчитать в рублях вы сможете сами теперь конкретно позиция по пунктам первое второе третье что нужно делать первое мы начали банкротить личное банкротство физического лица поручительство долги по поручительству списываются очень хорошо несмотря от их размера и так далее единственное что отягощало это то что долги которые проистекают из уголовного дела из преступления из преступных действий которые подтверждены приговором их особо не спишешь но во всем есть свои нюансы детали и мелочи можно и такие долги списать нужно только знать как трактовать правильно первое на стадии банкротства самый главный кредитор банк который давал кредит не появился несмотря на уведомления несмотря на работу его специалистов он не появился в деле это значит что он не включился в реестр требований кредиторов собственно вся дальнейшая аргументация которой мы готовились она была лишена всякого смысла потому что банк почему-то выбыл из игры почему мы не знаем потому что такие суммы банки в особенности бросать не любят это не 4-5 миллионов рублей которые банку особенно не делают погоды и бороться бодаться за них он не будет но здесь он не стал делать потом по неофициальной информации мы поняли почему не потому что взять у бывшего заемщика было нечего взять можно было много чего в банкротстве если вы правильно помните за 10 лет предшествующих подачи заявления на банкротство все можно вернуть в состав конкурсной массы все благополучно продать и удовлетворить хотя бы какие-то интересы кредиторов но здесь они не стали но не стали не стали все рутинные банкротные процедуры были пройдены мы подали ходатайство о списании всех долгов в том числе и не включены в состав реестра требований кредиторов судья долго отнекивался назначал несколько подряд судебных заседаний думал что банк придет направляли ему вызовы но банк не пришел это что касается вот этого момента во вторых что самое сложное было это представить суду приговор справку о погашенной судимости и объяснить почему долг из проучительства никак не связан с скажем так с преступными действиями поскольку банк взыскивал долг не в порядке убытков по уголовному делу а в порядке именно из договора про учительство это совершенно разные процедуры и поэтому эту позицию надо было обосновать это было трудно сделать и учитывая что банк не приходил судебное заседание это было сделать чуть попроще поэтому мы это и сделали плюс это во вторых и в третьих нужно подтвердить как обычно это бывает добросовестность в данной ситуации должника что он никак не уклонялся никакими своими действиями не способствовал созданию этого долга в смысле объективных причин да долг есть но этот долг скажем так личность должника никак не повлияла не будем еще раз углубляться в детали уже рассказываем 6 минут в общем это позиция номер 3 подтвердить что не было недобросовестности должника ну и четвертое в банкротствах личных там и когда к субсидиарке пытаются в том числе подвязать человека по долгам самое главное это доказать что у человека ну как бы более менее реально в действительности имеется тяжелое финансовое положение то есть он не пытается замолчать ситуацию не пытается скрыть свои активы по тупому не пытается как-то увильнуть и умысла не исполнять требования кредиторов то есть не выплачивая деньги у него как бы нет вся фишка кроется вот в этом это самое главное все остальное оно уже следует вдогонку плюс конкретно в этом деле победа в первой инстанции учитывая отсутствие в реестре требований кредиторов их не было вообще потому что было одно требование и один кредитор который не участвовал а раз в реестре никого не было то и обжаловать этот судебный акт по закону никто не имеет права вот так красиво получилось выиграть но такое бывает очень редко в том смысле что когда кредитор не желает по каким-либо личным причинам которые не связаны с основным делом отстаивать свои интересы поэтому ничего легкого в этом не было абсолютно доказать суду свою правоту и свою позицию было очень непросто но тем не менее это получилось чего и вам желаю это что это это Продолжение следует...